А будет ли прагматика? Ну, в том смысле, что бахнут Зеленского и скажут, что это, конечно же, русские, вот, будет символический подвиг, смертельный у Зеленского, потому что нафиг он больше не нужен, ну, а вопрос в том, как тогда заводить своего. Я согласен, кстати, про то, что все вот это разнообразие голосов, вот, про влюбленность в Америку, вот, оно, конечно, еще остается, но все меньше и меньше. Вот, что будет, когда исчезнет вопрос соблазна с американской стороны, вот, для людей в Киеве, ну, в Киеве и в других городах, вот, для них, когда он исчезнет. Хотя, конечно, мы не должны сбрасывать со счетов очень сложную обстановку в информационной сфере, да, фактически возведена стена, люди заблокированы от любой информации, тотальная промывка мозгов идет с утра до вечера по теле этому марафону, вот, так что, ну, и, кстати, оно работает, понимаешь, вот, оно работает. Оно работает, но дает сбой, именно поэтому они там истерят с этим телеграммом, именно поэтому они там, там, огромная зачистка произошла в самом крупном украинском новостном агрегаторе, то есть, есть там такие, как, по примеру, наших, собственно говоря, у них там свои внутренние есть, так вот, там повыкидывали огромное количество СМИ по принципу отсутствия системной риторики, которая направляется офисом президента Украины, то есть, там любые вообще такие небольшие даже, собственно говоря, ручейки информации, противоречащие, как бы, их общей повестке, как бы, они блокируются моментально, над этим ведется системная методичная работа, к ней подключены как государственные, ну, условно государственные институции, так и, собственно говоря, силовые структуры, но к этому активно подключена, там, огромная банда, просто, всякого рода соросовских деятелей, которые, там, в 24-часовом режиме мониторят, и любая их публикация, что вот эти, как бы, нехорошие, ну, то есть, не соответствуют нашим требованиям освещения информации, любая такая информация является руководством, моментальным руководством к действию для всякого рода платформ, начиная от Ютуба, заканчивая, собственно говоря, запрещенными у нас в России социальными сетями, то есть, там эта работа поставлена на системный поток, и в этой части мне это говорит о том, что как только где-то, вот где-то будет получаться у нас, а у нас получается, ну, будем честными, получается много, просто об этом, наверное, не стоит много говорить публично, но у нас получается, как только вот эти островки реально правдивой информации там появляются, конечно, у них очень существенно меняется, собственно говоря, и повестка, и настроение, и в этой части, как бы, и в Европе в том числе, да, они же идут ровно украинским курсом, там, ровно такая же история борьбы с любым инакомыслием, где-то может быть даже жестче с точки зрения регуляторики, да, там не убивают пока еще, но там достаточно предметно регулируют всю эту историю. Константин Дырик был с нами на связи. Формула смысла.